Итоговый экзамен принимает Павел Коньков. В региональном конкурсе профессиональная команда губернатора участвовали 32 государственных и муниципальных служащих. После двух отборочных туров определились 8 лидеров. Во вторник главе региона они представили свои проекты. Светлана Юхно трудится начальником отдела экономики и финансов комитета по лесному хозяйству. Ее презентация посвящена ликвидации свалок в лесах. Тема для года экологии более чем актуальная. Вычислять граждан, которые загрязняют легкие планеты, Светлана предлагает с помощью камер фото-видеофиксации. Если жители увидят, что мусор убрали, то они посчитают, что можно продолжать его в данном конкретном месте складировать. Здесь также считаем, что применение как раз приборов фотофиксации позволит выявить нарушителей и привлечь их к административной ответственности. Губернатор проект одобрил. Правда, предложил только лесными свалками не ограничиваться. Так, Ленин, придется смотреть и искать расходы на установки камер видеофиксации. Тут альтернатива-то просто не. Телестор уже в колдиславке стоит на фотоаппаратах. Проект регионального информационного молодежного портала подготовили вместе три конкурсанта. Суть ресурса – аккумулировать всю нужную интересную для молодых людей информацию в одном месте. Портал будет иметь следующие основные функциональные разделы. Это интерактивные карты Ивановской области, на которые внесены учреждения по работе с детьми и подростками, а также органы мест самоправления, которые ведут свою работу с молодежью. Это перечень государственных муниципальных услуг, причем с указанием конкретного организатора или фирмы, которая присвоит представление этих услуг. Причем можно будет фильтровать данную услугу по месту своего проживания, НТЛ новостей, отличный кабинет. Губернатор обратил внимание, что в таких проектах важно не упустить детали, иначе ресурс будет попросту не востребован. В моем представлении он должен активно работать в социальных сетях, сам инициативно. Потому что на самом деле проблемы серьезные сегодня существуют. К счастью или к сожалению, современные наши молодые люди, они разговаривают с нами через традиционные средства массовой информации, через телевидение, уже не хотят. Вот они живут в своем мире, ну раз гора не идет к Магомету, надо Магомету идти к горе. Все участники конкурса, профессиональная команда губернатора уже не один год работают в органах власти. Теперь каждый из восьми победителей будет включен в региональный резерв управленческих кадров и получит статус общественного советника. Это значит, у начальства эти сотрудники теперь на карандаше. В хорошем смысле слова. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. В доме. Ну, в доме. Продолжение следует...